В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Умный Саров расширяет свои границы. Систему начну внедрять в порядках присутствия госкорпорации «Росатом». Русский медведь. 71-й театральный сезон откроет сентиментальные истории о родителях. «Жить, побеждая диабет» Саровчан приглашают на презентацию социального проекта. Далее расскажем обо всем подробно. Госдума в третьем чтении принят закон, который вводит новые налоговые льготы для объединения садоводов и огородников. Поправки внесены в подпункт 14.1 ст. 251 Налогового кодекса РФ. Изменения дают право товарищесам не учитывать в налогооблагаемых доходах поступление платы от садоводов и огородников, которые не стали участниками организации. Сейчас от налога на прибыль освобождаются только взносы членов садоводческих или огороднических товариществ. Однако законом предусмотрено, что индивидуальные садоводы-огородники обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования, а также за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом. С такой платы некоммерческая организация уплачивала налоги. Также принятый закон вносит изменения в налоговые льготы и ставки в отношении недвижимости и вводит термин «садовые дома». Теперь такие строения нельзя считать жилыми. Их приравняли к хозяйственным и бытовым сооружениям. К другим новостям. В нашем городе прошел семинар «Learn Smart City», посвященный развитию системы «Умный Саров». Его темой стало внедрение саровской разработки в городах присутствия госкорпорации «Росатом». Семинар посетили представители этих муниципалитетов, а также директор по развитию производственной системы госкорпорации «Росатом» Сергей Абозов и руководитель акционерного общества «АТЭК» Ксения Сухотина. Подробности далее. Система «Умный Саров» готовится к масштабному тиражированию. Применить на своих территориях саровскую разработку собирается в других городах присутствия госкорпорации «Росатом». Также проектом заинтересованы более 10 регионов нашей страны. Начать внедрять саровский образец собираются в ноябре. Для того, чтобы познакомиться с оригиналом, больше узнать о том, как он функционирует, в наш город приехали представители других городов присутствия госкорпорации. «И то, что мы привезли сюда порядка трех десятков коллег, сорвав их с заводов, со строек, это потому, что мы придаем очень важные значения этому проекту. У нас остается полтора месяца. Это очень хороший срок до того, когда мы должны сделать федеральный, я бы сказал, образец». Участники семинара погрузились в проект и узнали все нюансы. Гостям из других городов в присутствии госкорпорации рассказали о работе действующих модулей системы «Умный Саров» и развитии новых слоев. «Буквально недавно я поставил разработчикам задачу сделать систему контроля в обращении с твердыми коммунальными отходами. Она сегодня практически сделана. И мне кажется, следующий шаг, как минимум, это вопросы, связанные с пуском тепла». Также в ближайших планах подключить учреждения культуры и спорта к сервису онлайн-оплаты и бронирования услуг. Помимо обязательных слоев, для каждого региона возможны вариации. Появление новых, независимых от начального образца модулей – это отражение потребностей администрации жителей города. Позаимствовав нашу технологию, другие города пойдут по своим траекториям. «Саров» будет оставаться центром разработки, одним из центров разработки, где будут делать определенные вещи, там, где у нас есть к этому наилучшая компетенция, квалификация. После выхода продукта на рынок у Сарова появятся конкуренты, которые также будут дорабатывать систему. Это значит, что у нашего города будет дополнительный стимул развивать «Умный Саров», в том числе опираясь и на пожелания жителей. Свои предложения по улучшению проекта горожане могут присылать на электронную почту saksobaka.admdefisarov.ru Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон с 23 сентября 2019 года. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться на шестой день, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов тепла. В Сарове постановлением администрации отопительный сезон начнется 20 сентября. Заполнение системы отопления и регулировка температурного режима займут примерно неделю. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан научат преодолевать преграду на пути к цели. Обучающий семинар под названием «Путь героя» пройдет в Центре поддержки предпринимательства 25 сентября. Участие бесплатное, приглашаются все желающие. В роли ведущей выступит сертифицированный коуч, консультант по маркетингу для малого бизнеса, Ольга Козырева. Она познакомит участников с законами успешного достижения целей и расскажет, как справляться со своими страхами. Семинар начнется в 12 часов. В Сарове стартовал набор ребят в воскресную учебно-воспитательную группу при храме святых царственных цистотерпцев. Занятия начнутся в октябре и рассчитаны на детей дошкольного возраста. Уроки проходят в форме игр, бесед и мастер-классов. Также расписание включает в себя трапезу и посещение храма. Чтобы записать ребенка в воскресную группу, необходимо обратиться к сотрудникам храма. Центр внешкольной работы приглашает Саровчан в музей оловянного солдатика, который на этой неделе отметит год со дня своего основания. Всех любителей истории и особенно военно-исторической миниатюры ждут 19 сентября по адресу улицы Силкино, дом 10А. Начало в 18 часов. Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции подвел промежуточные итоги своей работы в 2019 году. Всего в Сарове зарегистрировано 13 преступлений экономической направленности, в том числе правонарушения в сфере обороны промышленного комплекса и в бюджетной области. Подробности далее. Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции в Сарове занимается выявлением и раскрытием преступлений экономической направленности. Сотрудники рассматривают сообщения о фактах коррупции, махинациях с налогами, взятках, сбытом поддельных денег. Число экономических преступлений примерно одинаково на протяжении нескольких лет. Характерными преступлениями это было дело направлено в отношении бывшего директора музыкальной школы по факту мошеннических действий с ее стороны. Также в настоящее время расследуется уголовное дело в сфере обороны промышленного комплекса по фактам нарушения гособоронзаказа и контрактов по ним. Из-за специфики города такие дела приоритетны для отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Также сотрудники этого подразделения занимаются выявлением фактов изготовления оборота фальшивых купюр. В этом году возбуждено три уголовных дела, связанных со сбытом поддельных денежных знаков. Добропорядочный гражданин пришел расплачиваться в одном случае у нас на заправке. И был выявлен факт того, что купюра у него была фальшивая, соответственно, приехала следственная оперативная группа. Данную купюру мы изъяли, направили на исследование и уже выяснилось, что она является фальшивой, соответственно, было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся мероприятия, касаемо выяснения, откуда у гражданина взялась данная купюра. О том, как распознать фальшивку и что делать, если вам попалась такая купюра, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. 71-й сезон в Саровском театре откроет лирическая комедия «Русский медведь». Спектакль по пьесе Бориса Рацера поставил режиссер Сергей Кутасов. Создавал внешний облик представлением и оформлял сцену Борис Лысиков, главный художник Московского театра «Школа современной пьесы». На генеральные репетиции спектакля побывала и наша съемочная группа. Главная премьера сезона «Русский медведь» – сентиментальная история с любовной интригой, юмором и неожиданными поворотами. Для Сергея Кутасова это восьмой спектакль в Саровском драматическом театре. Он был лично знаком с автором пьесы. Около 30 лет назад Борис Рацер передал текст московскому режиссеру. Я с ним был дружен. И он мне разрешил, он говорит, Сереж, у меня никак не получалось, несмотря на то, что давно я знаю эту пьесу, у меня никак не получилось куда-либо ее пристроить по театрам. Я с этой пьесой приходил в московские театры, все говорили, хорошая пьеса, но вот сейчас у нас другие планы и так далее, и так далее. А потом вот повезло, и я ее поставил на так называемых звезд в Москве. В нашем городе главные роли исполнят Ольга Берзина и Константин Алексеев. Его герой – маляр из России, который подрабатывает в Доме состоятельной американки. На первый взгляд они разные, но объединяет их одиночество. Персонажи скучают по детям и внукам, которые с каждым годом все реже звонят и навещают. Герои заполняют пустоту в сердце общением друг с другом. И, несмотря на возраст, обретают любовь. Это нормальный природный ход. Мы же всегда остаемся все равно одни, потому что дети вылетают из нашего гнезда, создают свои семьи. И спасение в данном случае по пьесе – это в любви. Они полюбили эти два достаточно, так сказать, уже зрелых человека, и этим теперь наслаждаются. «Русского медведя» не зря характеризуют как лирическую комедию. Зрители смогут насладиться не только трогательными моментами, но и остроумными шутками. Каждый из героев наполнен особенностями менталитета своей страны. Конфликт нашего человека с элитой Лос-Анджелеса, где он этот ремонт делает, эта тема тоже есть. Особенно на фоне сегодняшних отношений Соединенных Штатов и России, я думаю, что это достаточно актуально. Комедия Бориса Рацера «Русский медведь» изображает тонкие человеческие переживания в моменты одиночества. Поднимает вопрос родителей и детей, которые слишком заняты своими проблемами, и доказывает, что обрести счастье никогда не поздно. Премьера спектакля состоится в эту пятницу в 18.00 для зрителей старше 16 лет. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Современный ритм жизни очень быстрый. За один день человеку необходимо успеть сделать много дела, а при этом еще хочется уделить время чтению. Цифровые технологии сильно облегчают жизнь любителям литературы. Гаджеты экономят время и делают чтение более доступным. 18 сентября отмечается Международный день электронной книги. Какой вариант книг электронной или бумажной предпочитают сыровчане, выясняла наша съемочная группа. Электронная книга в нашем мире сейчас становится более популярной. Ее можно взять с собой на отдых или даже начать читать в магазине. А какие книги предпочитают читать сыровчане, пойдемте узнавать. Электронные книги читаете? В общем-то, да. А расскажите, чем они сейчас полезны? Ну, во-первых, я могу сделать удобный шрифт при плохом зрении и выбираю то, что мне нравится в любое время. Мне кажется, все-таки такие бумажные лучше. Ну, это более как бы удобно, я читаю электронные книги, потому что когда ты находишься дома, ты можешь спокойно скачать, не выходя из дома, грубо говоря. Ну, я и бумажные читаю книги также, ну, обычные. Электронные не читаю, предпочитаю бумажные. Хожу в библиотеку лет 30. До сих пор в библиотеку Маяковского. А чем бумажные лучше, чем электронные? Держу их в руках, могу вернуться, если забыла какое-то имя. Ну, мне нравятся бумажные. Скажите, пожалуйста, книги читаете? Читаю, но простите, у меня время нечего. Наверное, за книгой торопится. Для меня, естественно, бумажные. Почему? Ну, я не знаю, с детства привык. Вот. Я не могу читать. Мне, не знаю, как-то неудобно, это не мое. То есть, вот то, что ты книжку держишь, как будто душой у нее вселяешься. Бумажные, но книги лучше читаются, короче. Почему? Ну, приятней. Ну, больше бумажные, наверное. Вот тут вот как раз сегодня ходил в библиотеку. А могу показать, в принципе. Давайте. Давайте. Терри прачета. Но все равно гаджет – это другое. Это немножко другое. Ну, я, наверное, более такой старомодный. Читатель читателю. Взяла книжечку, потом парочку своих принесу. Каждый день читаю. Когда я пошла на пенсию, много лет назад, я тебе сказала, ни одного дня без чтения, ни одного выходного без культурного мероприятия. Совсем не важно, друзья, какие книги читать – электронные или бумажные, ведь главное же – развитие. Для вас опрос проводили Ирина Ужгородцева и Владимир Лисик. Сахарный диабет называют болезнью 21 века. Количество больных увеличивается с каждым днем. В мире от этого заболевания страдает около 10% населения. В нашей области пропагандой здорового образа жизни и решением проблемы инсулино-зависимых людей занимается региональное общественное движение «Мизицина ММ». Сахарный диабет – это не приговор, это образ жизни. Мы хотим объединить вокруг себя больных, которые уже получили статус и диагноз сахарного диабета, для того, чтобы они совместно решали свои проблемы, а мы могли вынести их на обсуждение в городе. 19 сентября общественная организация представит саровчанам проект «Жить, побеждая диабет». На презентации на вопросы горожан ответят врачи-эндокринологи клинической больницы номер 50. На встречу приглашаются все желающие. Никто не отменял общение, никто не отменял соратничество в борьбе. И вот именно для этого и проводятся, и будут организованы очные мероприятия, потому что всегда легче справиться с бедой, имея соратников. По словам Людмилы Колотухиной, лекции будут полезны здоровым людям, а также родственникам, страдающим диабетом. Презентация проекта состоится в библиотеке Маяковского «Начало в 10 часов» для лиц старше 12 лет. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин